Доброго времени суток, кому не всё равно! Сегодня 217-й вечерний выпуск для меня. Ну, вы, может, это будете смотреть уже утром. Ну, много вещей интересных происходит. Сейчас день как за месяц обычно в информационном плане. Поэтому поводов, что обсудить, достаточно. Поэтому я и два выпуска делаю сейчас. Вот. Сегодня ещё с утра я делал выпуск без цензуры. И там интересную тему подымал, что дети ужаленные что-то стали болеть чаще неужаленных в США. При том, что и та, и та группа не болеет в основном тяжело. Что делает, вообще говоря, спорным саму все процедурку. Но сам факт в этой статистике очень интересный. Я там привёл аргументы. Посмотрите, кому интересна эта тема. Ссылка в описании к видеоролику на Бастион, демократическую площадку без цензуры. Там без изоповского языка я всё рассказываю, как я понимаю. Присоединяйтесь, если вас ещё там нет, уже более 37 тысяч человек от меня уже там состоят. И когда у них есть время и желание, смотрят. Ну и там же так украинская проблематика рассмотрена. Ну, интересные вещи, которые я хотел показать. Всё там. А сегодня я буду обсуждать вещи, ну, вот, мало кто обратил внимания. Сегодня, например, Польша Мравецкий признал, что русофобия в стране стала мейнстримом. Вообще говоря, с русофобией в Польше я сталкивался лично. Я рассказывал, как попадал... Ну, то есть, далеко не все поляки русофобы. Во-первых, я кучу поляков возил бла-бла-каром. От меня многие были в восторге. Ну, говорят, нетипичные русские, что-то вы не пьёте там, не курите. С одной женщиной я... Мы с ней общались на... Она не знала, кроме польского. Ну, она, скажем, знала английский. Я знал немецкий и русский. Она польский и английский. И мы с ней общались. Там 6 часов ехали с Варшавы до Берлина. Общались с ней на темы на разные. И где-то на 4-й, 5-й час я начал просто 60-70% того, что она говорит, понимать. Плюс она Google-переводчик ещё мне подставляла, а у меня речь хорошая. То есть, я скажу, она себе ставит и смотрит. То есть, она меня полностью понимала, а я, в принципе, начинал догадываться. Ну, интересная вот такая тема. Ну, много. Я, может быть, человек 7 или 8 возил в Польше. Со всеми нормально. Мы контачили, ладили. Вообще нормальная нация, славянская. Но вот в Польше я сталкивался с русофобией. Меня подрезала фура. Просто фура подрезала. Ну, едет грузовик пустой. Начинает разгоняться, подрезать по польскому автобану. Я вообще не понял. Ну, то есть, как бы я, ну, представляю. Там скоростя, чтобы вы понимали, 140-150 ты едешь. Ну, я ехал 100-120 там. Ты там уж не можешь вот ехать 140-150. Это чересчур напряжно. Ты там иногда чуть-чуть скидываешь. Едешь 100-110 там. И камер, в принципе, нету. То есть, там что-то ограничение 130 плюс 10. Но многие едут 150. То есть, ты едешь 140-150, тебя еще обгоняет половина. То есть, вот я так думал, ничего себе думаю. Вот это тут люди... Ну, это было вот в 17-е, 18-е, 19-е годы. Вот эти вот... А сейчас Муравецкий сказал, что так стало, уважаемые господа, что в контексте того страшного события, которым является война в Украине, в Польше, устанавливают здесь стандарты определенного рода. То, что раньше называлось русофобией, сегодня уже является майнстримом. Сегодня уже принято как очевидность, в которой мы функционируем. Заявил Муравецкий журналистам в среду. И сказал, что до конца Польши, до конца года избавится полностью от российских энергоносителей. Вообще, это достаточно печальная вещь. И разгорается такой конфликт, где тупо просто Польша страна НАТО. И конфликт с Польшей грозит очень серьезными последствиями для всех. Ну, они вот откровенно признали. Ну, да, русофобия есть и что. А есть она благодаря чему? Ну, у нас есть деноцификаторы, которые привели в отношении русских на определенной территории, то есть это стран 50-60, политику нацификации. И, наверное, ну не знаю, на что они рассчитывали. Наверное, всех бомбами забросать-то не получится. И русским на этих территориях жить теперь будет сложнее. Старшее население Польши, оно и многие по-русски говорят. Я с многих поляков, кого я сажал с собой в машину и отвозил их в Германию, многие говорили по-русски. Хотя один человек, он говорит, я учился 5 лет в Москве. И до сих пор говорит нормально по-русски. Понятно, что он не думает по-русски, но говорит нормально. И мы с ним ехали там часов. Я его, по-моему, чуть ли не до Кёльна довозил. Ну, то есть, или там до какого... Ну, короче, мы там больше, чем 6 часов с ним ехали, болтали. Интереснейший мужик. Какой-то инженер. И вот в моей памяти он еще был таким путешественником. Вот мы с ним болтали, общались. Прекрасный, как бы, поляк. Я надеюсь, вот такие люди, они не скатятся до ненависти к русским. Потому что мы ни при чем, как бы, и далеко не все эти военные действия поддерживают. Вторая тема, которую сегодня я хочу обсудить, это тема Германии. Потому что это мое второе государство, где я и год прожил. Да и вообще я люблю Германию, и немцев люблю. И я был в ужасе, что с ней сделали при жижизации. Сейчас от немцев потихонечку отстают. Идут намеки, что нету такого давления, что это общественная теперь защита. Это ужалится. Это теперь, типа, персональная защита. И градус давления достаточно смягчается сейчас. И вот там идут сейчас вот эти вот все распри по поводу газ за рубли или за евро, или за доллары. Ну так вот, есть информация. Ну, во-первых, там правительство само себе противоречит. Говорят, что, типа, бизнес согласен. Все, типа, нормально, что не платим за газ. Вот другая информация появилась в газете Франкфурт-Альгемайн. Эльгемайн, да? Наверное, так правильнее. Вот здесь концерн БСФ предупредил о катастрофе в случае прекращения подачи российского газа. А вот это предприятие, это уже вообще серьезная тема. Это вообще крупнейший завод химический в мире, где трудится 40 тысяч человек. Находится этот завод в Людвикс-Хафене. Такая вот тема. В случае снижения объемов поставок, все сотрудники потеряют работу. Если отсутствие российского газа не будет компенсировано, то катастрофические последствия ждут вообще всю немецкую химическую отрасль. Предупредил член наблюдательного совета БАСФ Михаэль Васиалидис, констатировав попутно отсутствие у Германии возможности заменить российский газ. Ну, я уже объяснял, почему нельзя заменить. В этой связи своеобразным самострелом в ногу выглядит балавурное заявление главы Минэкономразвития, который я утром в утреннем выпуске показывал. В утреннем выпуске Роберт Хаббек говорил, что газ за рубли платить не будем. К чему вообще приводит рост энергоносителей в Германии? Им вообще промывают мозг экологализации производства, заботы о климате и перекладывают всю ответственность на население за эту тему. То есть делают их беднее, ну хотя бы какая-то цель благая есть, экологию сохранить. Экология в Германии на потрясающем уровне, что я бы сказал. Я бы тоже за это был готов платить, если бы без жженации, с нормальными языковыми курсами очными и без притеснения русских, без корябанья машин. Я бы был согласен платить за нормальную экологию. Но что там происходит сейчас, это очень серьезные вещи. То есть вот месячная инфляция продуктовая, она огромная. Ну вернее потребительская инфляция, то есть цены в марте выросли на 7,6% по сравнению с предыдущим годом, превысив ожидания аналитиков в 6,8. Ну то есть чуть ли не процент лишний добавился. Вот что вы понимали, если в России зарплаты растут частенько, там индексируются, то в Германии оно вот предельно все стабильно и народ тупо просто нищает на эту инфляцию. Инфляция вообще достигает исторических рекордов, впервые за 40 лет поднявшись до вот этого уровня. Эксперты прогнозируют рост цен на некоторые товары до 10% к середине апреля. По информации Института экономических исследований, в ближайшие 3 месяца поднимут цены 94% фирм пищевой промышленности, 68% компаний по продаже товаров, 64% организаций по предоставлению потребительских услуг. Да это, понимаете, как вот было? Вот я тупо до Фуфлодемии стригся там по 10 евро, а после уже там стригся побольше. 15 что ли евро отдавал за стрижку. В Ворске это стоит сейчас 3 евро постричься, ну где-то так примерно, ну 3,5 может. Вот такая вот тема. Реальные примеры, канистра подсолнечного масла за месяц подорожала на 550%, хлеб на 7%, пищное топливо на 99%. Последний раз инфляция достигала таких показателей 40 лет назад, в 81 году, во время нефтяного кризиса она составляла 6,3%. Последний раз это произошло в Германии более 40 лет назад. Сказал Институт экономических исследований. Что тут важно? Это, конечно, не только российский кризис, с Украиной виноваты. Это и Фуфлодемия, где они бешеные бабки выплачивали, а производство вставало на некоторые моменты. Тормозили тормозили торговлю, тормозили пищевую промышленность, закрывая бесконечными локдаунами в Германии. Ну, например, вот эти вот, где плюшки продают там, как это называется, гастроном, гастрономии, гастрономы, короче, закрывали. Я просто на них не хожу, не знаю, как они называются по-русски. Потому что я сам сырую, растительную пищу только ем, кто не знает. И вот результатом всего вот этого, вот этой надвигающейся задницы является то, что объявили, ну, я не знаю, как это на самом деле происходит, но сказали, что Шольц типа разговаривал с Путиным по телефону и договорились, что эксперты двух стран дополнительно будут переговаривать насчет оплаты поставок газа в рублях. Причем Кремль заявил, что ухудшения по контрактам условий точно не будет. То есть, ну, я так понял, тут дело принципа. Дело в чем? Можно заставить Газпром менять 100% валютные выручки на бирже и переводить их в рубли, а можно Германию. То есть здесь, в принципе, я так полагаю, маржа при обмене валюте важна, раз. И принцип два. То есть они так хотят, как бы, показать, что вот вам типа за санкции. Все это, по-моему, цирк чистой воды. И вот в моем понимании, если можно заставить Газпром 100% выручки переводить из валюты в рубли, то, в принципе, ну, разницы, ну, по сути, как таковой нет. Все равно будет спрос на рубль, рубль должен укрепляться. Весь этот цирк, именно, я так полагаю, может быть, есть информация какая-то или задача некоторым странам перекрыть вентиль и вызвать какие-то социальную эскалацию в Европе к сменам режимов, которые может привести и так далее. Я не знаю, там, там вот их хозяева Путина и Шольца что-то задумали. А мы будем уже смотреть результаты этих задумок. То есть мы не можем предполагать, о чем они там договаривались. Но явно, что ни Путина, ни Шольца-то решают. При этом Болгария сказала, хоть она сама и была не против, они сказали, типа, Газ за рубли платить, ну, не будем оплачивать. Это именно от чего? У них была оговорка, если ЕС не против, а ЕС против. Ну, официально все страны ЕС, там и Австрия сказала, не будем платить, никто не будет платить. А Британия, это не член ЕС, они тоже заявили, что вообще никакие товары за рубли покупать не будем. Будем летальное вооружение в Украину поставлять. А вот гарантии безопасности, как другим странам, в одностороннем порядке давать не будем безопасности. Ну, намек, что в случае, там, дальнейших ударов мы, типа, в войну вмешиваться не будем, небо не будем закрывать и так далее. То есть, это вот такая вот другая тема, ее результаты, ну, пока непонятно, к чему это все приведет. Интересная тема, что Индия отказалась от доллара с Россией еще в декабре, они рупиями и рублями торгуют между собой. И Индия сказала, окей, хотя это дружительная страна, они сказали, окей, мы уже, типа, это, переходим на расчеты в рублях. Это вот одна тема. Другая тема, вот, военная, это обстановка. Мне интересно, вот, как Гиркин это все дело оценивает. Гиркин признал провал армии РФ в первый месяц, он выступал в какой-то передаче там, подстриотической. У Гиркина тести грохнули недавно, то есть, у него, его это уже, ну, война напрямую коснулась, у него молодая жена. И вот ее недавно отца убили, там, буквально неделю назад. Вот, он до этого не раненый, ничего было, а вот сразу попал в пули снайпера, кажется, ну, и все, как бы, исчез человек, там, примерно возраст и Гиркина был. Тесть у него. Ну, в общем, что Гиркин заявил, вот, я прослушал этот трехминутный отрывок. Он заявил, что провал есть, опроверг мнимые успехи, о которых ежедневно пропагандисты сообщают, назвал Сергея Шойгу фанерным маршалом. Сказал, что вот этот отвод войск, вот, сегодня Минобороны опять заявило, что мы все под Киевом и Черниговым, все задачи решили, не решили, а не Киев хотели брать за 72 часа. Статью кто писал в «Известиях», это явно не… «Известие» это все-таки не ЦРУ никакое, и не… ну, не «Вашингтон-Пост», но… а, или не «Известие». Ну, короче, какая-то, какое-то вот российское цеховое СМИ или «Известие», я не помню уже, опубликовали статью, что все, Украину захватили, Украина возвращается в состав России, там, окей. А потом ее удалили, естественно, ну, потому что что-то пошло не так. И понятно, что они так же, как в Херсоне, хотели встать в Чернигове, но не получилось. В Николаеве так же, я думаю, и в Киеве. Установить там военную администрацию оккупационную, при этом заявлять, что никакой войны нету, оккупации нету. Все это, я думаю, было в планах. Ну, по крайней мере, я так чувствую, у них это было. Не ожидали вот эту тактику уличных боев, размещения против международных норм военной техники в жилых кварталах. То есть, и само по себе население с цветочками, ни одного цветочка в Украине не было, вообще ни одного цветочка русскому солдату еще не передано было. Ну, по крайней мере, я ни одного видел за 34 дня не увидел, чтобы были цветочки. Население озлобленное, где-то запуганное, а на 10-тира и более процентов просто уехавшие из Украины. Вот так вот происходит денацификация, о которой уже стыдно им заявлять. Я уже про денацификацию не слышал уже несколько дней от Пескова или Путина, или еще там от кого-то. У них уже там какие-то другие цели. А кто смотрел ролик по РБК, транслировали речи Путина исторической перед началом этих бомбежек, тот видел, что там это были приоритетные цели, и это вызывает настоящий гнев у глубинного народа, любящего Путина, целующего телевизоры, в общем, в ярости и в ощущении, что их предали. Ну, не все, правда. Некоторые говорят, ничего не отводят, все будет и требуют продолжения банкета со смертями. Ну, такой вот электорат, знаете, уникальный, путинский. То есть, они говорят, ну, Гиркин сказал, говорит, что это что-то похожее на финскую войну 40-го, да, нам кажется, года. Ну, вот эти вот годы еще до начала военных действий с Германией. Вот эти все вещи Гиркина озвучивает, не боится, что его шлепнут. Видно, скорее всего, он искренне это все говорит. По крайней мере, из участников действий я с одним человеком разговаривал, ну, это было давно. Он Гиркина уважает, ну, он сам там участвовал в этих событиях 2014 года. И он сам лично, говорит, я, говорит, лично видел, как Гиркин воюет. Типа, мне не рассказывай, что он там актер. Вот Гиркин, типа, на передовой воевал по-настоящему, типа, вот, сам видел. И, ну, мол, много времени был там, где, в тех местах, где Гиркин воюет. Ну, то есть, это такой вот вояка, который вот что-то сейчас не воюет. Может быть, что-то знает. А может быть, слишком честный, чтобы участвовать в этой, так называемой, освободительной операции. Ну, немножко об так называемых нацистах Азова. Вот, убит снайпер, который положил из семерых российских солдат. Я видео увидел, рассказывали, видео трупа тоже видел. Вот, ну, посмотрите на нее. Ну, вот, их вот, российская пропаганда, их называет это, нацистами, типа. Не знаю. С темненьким цветом лица, ну, есть и чернокожие с, как их, со знаменем Гитлера. Но это же не может их сделать нацистами. Или может? Ну, можно быть, вот, любой национальности. И ненавидеть всех и вся, да, все национальности. Но что-то мне подсказывает, что вот конкретно этот человек, ну, тупо ненавидел, ну, скорее всего, путинский режим. И многие русские люди, они воюют на стороне Украины, чтобы вы понимали. Не потому, что они нацисты, а потому, что они не любят режим Путина. И для них Украина является родной землей. Ну, и они вот так этот вопрос понимают и взялись за оружие. Была ли эта гибель бессмысленной? Конечно, это бессмысленная гибель восьми человек. Семи российских солдат и одного украинского снайпера. Так вот эти вот люди, кто организовывает войны, избавляются от людей. Ну, они считают, что это лишние люди. Могут они и повоевать, и самоутилизироваться. Также стало известно во второй половине дня Южная Осетия. Президент их Бибилов заявил, что будем, хотим вступать в РФ. У нас сенаторы сразу говорят, что да вообще проблем нету, проводите референдум. Я разговаривал сам лично в восьмом году во время конфликта российско-грузинского. Я был в Абхазии. Я разговаривал в восьмом году. Я разговаривал с лицами, приближенными к руководству Абхазии, которые раньше были в руководстве. И я у них лично спрашивал, говорю, а вы вообще хотите, чтобы вы были частью России? Мне вот тогда почему-то этот вопрос интересный был. Ну, даже все по-русски говорят, я думаю, нормально спросить. Они говорят, не, мы не хотим. Мы против финансирования, не против. В смысле, мы за финансирование, но мы типа такие самобытный народ. Хотим отдельное государство, независимое. То есть, поэтому от Абхазии вы такого не слышите. Скорее всего, сколько там уже, 14 лет прошло, но ничего не изменилось. Скорее всего, так же все и есть. Ну, такое же у них и мнение. Хотя, ну, понятно, что это про российское руководство, там и военное РФ в Абхазии присутствует. Абхазия бы без России не смогла бы отбиваться ни от Грузии, там, ну, и собственную власть бы вряд ли могла держать. Без вливаний финансовых, потому что там очень-очень бедное население живет. Вот такие вещи, которые я сегодня увидел. К чему это? Почему-то нас не спрашивают, ну, а если Южный Судан проведет референдум, скажет, мы хотим сдаться Российской Федерации, черт с ним эти междоусобные войны. То есть, давайте, мы вот все проводим референдум. Или Эритрея, вот она же поддержала Путина и проголосовала против, скажут. Ну, мы как бы все решили. Все, СССР так СССР. СССР. Пока. ПОДПИШИСЬ НА КАНАЛ Продолжение следует... Продолжение следует...